Ровно в 8 утра в Ростовской области открылся 2601 избирательный участок. Выборы в Государственную Думу продолжаются. Сегодня второй день голосования. Избирателям выдают по два бюллетеня, ведь выбрать нужно 225 депутатов по партийным спискам и еще 225 по одномандатным округам. Процесс голосования полностью санитарно-эпидемический. Войти можно только в маски, измерить температуру, обработать руки антисептиком. Я считаю, что каждый человек должен проявлять свою гражданскую позицию и каждый имеет выбор и право на это. Это мои первые выборы. Было интересно посмотреть, как это все устроено, организовано. И, конечно, удобно, когда проводится в несколько дней, потому что можно совместить работу и с учебой. «Сделай свой голос громче» написано на обложке для паспорта. Таку дарят каждому впервые пришедшему голосовать избирателю. Глеб Фомичев сделал свой первый выбор на избирательном участке номер 1784 и прочувствовал, насколько это ответственно. Я зашел сюда, вроде еще ничего тогда. Не волнуюсь, ничего странного такого в душе не происходит. Но вот когда я взял уже бюллетень, там зашел в кабинку, я вот взял ручку и чувствую, знаете, вот такая немножко ответственность у меня появляется. Вот правильно ли я выбор делаю или нет, или нужно что-то подумать еще получше. Но я все-таки сделал, как хотел, положил бюллетень. Теперь немножко, знаете, камень с души снял. Незрячие избиратели голосуют в Батайске на участке номер 252 в третьем лицее. Здесь созданы все условия для того, чтобы люди с ограниченными возможностями могли прийти на выборы. Да и дорожки постелены, и трафареты специальные выдаются. Ну, хочется, чтобы в стране у нас было, правили хорошие люди, чтобы было все хорошо, замечательно. Слабовидящий избиратель получает специальный трафарет с прорезями. Внутрь вкладывается бюллетень. Сопоставляет номер своего кандидата с номером прорези и делает пометку в бюллетене. Тайна голосования соблюдена. Если же по каким-то причинам избиратель в кабинке растеряется и не сможет найти место для галочки, вызовет помощь. Если он затрудняется выполнить данную процедуру, то имеется необходимый звонок в кабинке, и на помощь к нему приходят либо волонтеры, либо социальный работник, который пришел с ним. Итоги первого дня голосования подводили сегодня в Центре общественного наблюдения за выборами. Один из первых факторов – неожиданно высокая явка в регионе – 12,75%. И это без учета электронного голосования. Сигналов о нарушениях в первый день оказалось немного – всего 24. Мобильные группы выезжали на место для разбирательств, и ни один случай пока не подтвердился. Также поступали жалобы на то, что журналистов и наблюдатели не пускали в Уики вдоль 30-километровой зоны на границе с нашей стороны, где голосуют граждане ДНР и ЛНР, имеющие российское гражданство. Сейчас эта информация проверяется, а вот ожидаемых ночных сигналов о сохранности сейф-пакетов не было. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова